вот хвост драгоценный самый самая драгоценность пришла кошка любит принимать участие в записи видео почему-то последнее время сегодняшняя тема ролика о том ах ты счастье ты моё да счастье ты мою дай мне ролик записать пожалуйста я ешки ей просто так-то не выгонишь кошка-то любимая так вот сегодняшняя тема так ли просто снять своего бывшего или бывшую супругу с регистрации из личной квартиры или из муниципальной квартиры мне часто кстати поступает такие вопросы потому что я часто участвую в судебных разбирательствах по спорам между бывшими супругами естественно когда люди разводятся то как правило жить вместе они не очень-то хотят и вот стоит вопрос о том как снять с регистрации так как добровольно кстати часто тоже не все хотят сниматься с регистрации и уезжать куда-то в какие-то другие места так вот на самом ли деле просто ли это и в чем различие между снятием среди так с регистрации из личного жилья и муниципального давайте начнем с простого на мой взгляд варианта это снять с регистрации выписка из личной квартиры что такое личная квартира в данной ситуации речь идет о бывших супругах еще раз напомню ролик о них так как есть другие категории граждан и есть некоторые нюансы некоторые отличия о них как-нибудь потом в следующих видео так вот личная квартира это что это квартира в данной ситуации купленная либо до брака либо во время брака под полученная по безвозмездным сделкам ну то есть например вам ее подарили или вы получили эту квартиру по наследству то есть данной ситуации не будет спора о разделе этой квартиры как совместно нажитой там есть тоже нюансы небольшие но условно отталкиваемся нельзя разделить вот эту квартиру которую получили в дар или или по завещанию например так вот 31 статья жилищного кодекса российской федерации нам четко говорит о том что в случае прекращения семейных отношений собственником жилья бывший член семьи утрачивает пользование право пользования данным жилым помещением данный тезис подкрепляется постановлением пленного верховного суда еще от 2009 что ли года за номером 14 и в пункте 13 этого пленного как раз таки и говорит что такое значит кто является бывшим членом семьи и там как раз таки и говорится о том что расторжение брака является основанием для того чтобы считать человека бывшим членом семьи либо расторжение брака в органах загс либо в суде либо признание брака недействительным в общем все в принципе понятно исходя из всего вышесказанного делаем вывод о том что сам факт расторжение брака является уже основанием для того чтобы вашего бывшего или вашу бывшую выселить и снять с регистрации из вашей личной квартиры некоторые даже не некоторые часто мне задают вопрос а как что можно выселить куда-то вообще в никуда можно все давайте закроем эту тему можно и выселяют и проблем в этом нету единственное но как всегда не уже об этом как-то ранее говорил что если ваш бывший бывшая в суде смогут доказать тот факт что у них нет сейчас никакой недвижимости где они могли бы проживать либо у них нет финансовой возможности чтобы снимать себе жилье то суд может им предоставить отсрочку на исполнение этого решения суда по факту да то есть в самом решении будет написано и предоставить им какое-то время чтобы они там нашли жилье там финансы какие-то у них появились и здесь всегда возникает вопрос о том а сколько это времени может суд дать так вот скажу так на практике по сути самый минимальный срок который у у меня давали да вот судьи по таким вот категориям дел это было два месяца самый максимальный срок 6 месяцев ну я честно сказать я и смотрел вообще практику судебную по таким категориям дел я не нашел нигде чтобы больше но 10 месяцев по моему давали такого вообще но это редкость на самом деле то есть ну и все и как только этот срок заканчивается идете с решением суда и снимать чек с регистрации а если к сам добровольно не выселяется ну идете к приставам получаете там спалки листить к приставам приставы за ручки за ножки выводят вашего уже бывшего супруга или бывшую супругу надеюсь с снятием с регистрации выселение из личного жилья все понятно все брак расторгнут человек добровольно не захотел сняться а у нас можно снять с регистрации либо человек сам добровольно идет вы не можете прийти там условно там в паспортный стол сказать снимите его либо он сам добровольно идет в любой ситуации либо только через суд все два момента по-другому никак ну либо со смертью до гражданина но это отдельная история теперь давайте разберемся с муниципальной квартирой вы хотите из муниципального жилья отправить на все четыре стороны своего бывшего или бывшим так вот здесь схема с тем что основанием для снятия с регистрации будет являться сам фактор расторжения брака он здесь не катит все здесь совсем все по-другому и здесь должны быть соблюдены три условия и они бы должны быть соблюдены одновременно все вместе по отдельности тоже не прокатывает так вот первое условие условно я конечно это выделил в таких три основания доктор совместного все это должно быть первое это то что ваш бывший или бывшая длительное время не проживает на данной жилплощади какое что значит длительное время но как правило суды чаще всего принимают во внимание когда идет разговор о сроках там ну год ну там восемь месяцев у меня было там восемь месяцев но так там условно опять-таки да можно попробовать подать и через полгода на снятие с регистрации но тут могут быть все таки небольшие проблемы но опять-таки все будет зависеть от суда но мы отталкиваемся от практики от от какого-то среднего срока и будем учитывать что это 10 месяцев тире год вот длительно не проживает причем не проживает добра воль но то есть сам взял и уехал этот вам надо будет доказать да в суде второй момент важный то что вы не чините препятствия в пользование этим жилым помещением вашему супругу вашей супруге то есть они там не проживают не по причине какого-то еще и конфликта да а что такое чинение препятствий ну поменяли замки или вообще на порог не пускаете там или выгоняете то есть не должны чинить препятствия у человек по факту условно должны быть там ключи от квартиры плюс между вами не должно быть конфликтной ситуации да потому что человек может против сказать а вот он меня там выгоняет вот у меня избивает а есть еще и там когда-то в правоохранительные органы обращался да и подтвердить что вот я там обращался в прохранительные органы и тому подобное то соответственно суд на вашу сторону не станет и третий момент тоже очень важный человек не платит коммунальные услуги и не только не платит коммунальные услуги но еще и не участвует в содержании данные жилой площади да что это значит ну там в каком-то ремонте не участвует там еще что-то так понимаете да такие бытовые вопросы но и не платит коммуналку это надеюсь что всем понятно вот только при соблюдении всех вот этих трех условий в совокупности суд чаще всего встает на сторону соответственно того кто пытается снять с регистрации свою бывшую или бывшую вот такие вот моменты надеюсь было интересно надеюсь с этими вопросами мы разобрались я понимаю что вопросов еще останется много если кому-то в рамках консультации надо получить ответ на свой вопрос пожалуйста велкам в мою группу в к консультация платная на вопросы в комментариях отвечать не успеваю тем более что еще раз повторюсь на многие вопросы в комментариях чтобы ответить надо задать еще три четыре пять вопросов тем кто написал этот комментарий а это все растягивается в пространстве и во времени ну что ж вот такое видео следующее видео будет интересным сделаю такой небольшой анонс про тройное комбо для приставов материал готов осталось только все записать подписываемся на канал ставим лайки увидимся в следующих роликах всем до встречи пока